Девушки отдыхают Я подойду поближе Нальем постой и станет хорошо Я так скучал, я вас так редко вижу Я так рад, что снова к вам пришел Я так скучал, я вас так редко вижу Я так рад, что снова к вам пришел Здесь собрались достойнейшие дяди А с ними тети просто, боже ж мой Я прихожу сюда не пьянки ради А только чтобы отдохнуть душой Я прихожу сюда не пьянки ради А только чтобы отдохнуть душой Я продолжать не стану комплименты Хотя они, конечно, впору здесь И слава Богу, в жизни есть моменты Такие вот моменты в жизни есть И слава Богу, в жизни есть моменты Такие вот моменты в жизни есть Сейчас, сейчас я подойду поближе Нальем постой и станет хорошо Я так скучал, я вас так редко вижу Я так рад, что снова к вам пришел Я так скучал, я вас так редко вижу Я так рад, что снова к вам пришел Большое спасибо, что пришли. Я очень рад нашей встрече. Эту песню я придумал довольно давно, но вот с тех пор, как мне как-то алкоголь перестали, вернее, запретили употреблять, я эту песню давно уже не пел. А потом подумал, что все-таки в ней главные слова не то, что я нальем постой и станет хорошо, а то, что слава Богу, что в жизни есть такие моменты, что я по вам скучаю и очень рад вас видеть. Спасибо. У нас, как всегда, сегодня, вернее, особенно непростая задача, потому что завтра рабочий день, начало позднее, и надо как-то вот впихнуть, как говорят. Вы знаете, что надо впихнуть, да? Вот в эти два часа. Поэтому я, наверное, буду постараюсь поменьше говорить и побольше петь. Но пока не забыл, у меня есть один вопрос к столику номер 46. То есть вы самые первые купили билет на этот концерт. И мне просто было странно, обычно люди стараются сначала взять что-то даже перед этим, поудобнее. Да, и получше. Просто так, да? Не рекомендую все. Понятно. Ну, продолжай, следующая песня была написана в этом году, в Дню Аэрофлота. И поскольку концерт, я в этот раз изменил название, это и не красивая работа, и не поэзия полета, а авиация. Поэтому, чтобы не забыть ее спеть, как я всегда говорю. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации. Да, потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники-служители. И ею жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже свое, остался небожителем. Да потому, что невозможно просто быть и перестать. Нас от других совсем нетрудно отличить. И это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто обо всем забыть стоять, задравши головы. Когда увидим, как взлетает, или садится самолет. Мы будем просто обо всем забыть стоять, задравши головы. Когда увидим, как над нами пролетает самолет. И посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь и грация. И не случайно столько песен и стихов об авиации. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Спасибо. Ну у нас тут не день авиации, а целая неделя авиации. Чего ж там мелочиться. Каждый день чему-то, ты самая, какому-то роду авиации посвящен. 14 числа у Димы Кальченко был персональный день авиации. Ну, в воскресенье будет гражданская авиация, да, по-моему, да? Или вообще обширный доктор. Ну вот ладно. Вот, ну, сегодня, к сожалению, дата, такая дата памяти, грустная дата. 9 лет назад, в этот день, ушел в свой последний полет командир пилотажной группы «Русские витязи» Игорь Валентинович Ткаченко. И по традиции, вот эта третья песня, как третий тост, посвящается этому человеку. Я с ним не был лично знаком, но это очень хороший друг Николай Анисимов, моего друга. Ну и многие его знают как замечательного профессионала, человека. Поэтому эта песня посвящается памяти Игоря Валентиновича Ткаченко. Игорь Валентинович Ткаченко Игорь Валентинович Ткаченко На крыльях в фанерках надежды даст светлой мечте, Но слабые крылья в то время так часто ломались, И кто-то уже никогда не пытался взлететь. В них мало кто верил, и денег почти не платили, Тем, кто за один только взлет отдавал ей свой век, Но кто-то опять-опять расправлял свои крылья, И кто-то опять-опять начинал свой разбег. Конечно, он знал, может взлет обернуться падением, Но снова взлетал и не мог высоте изменить. И, может быть, кто-то потом говорил с сожалением, Но вот долетался бедняга, а мог бы пожить. Не нужно жалеть тех, кто прожил красиво хоть мало, Достойны они отношений нового к себе. Короткая жизнь, что красивой легендой стала, Должно быть еще ни в одной отразиться в судьбе. На снимках музейных остались немногих лиц, И время для нас сохранило не все имена, Тех первых, которые в небо поднялись, как птицы. Жизнь стала легендой, а слова была ли нужна? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, а в зале есть Антон Семенов? А, Антон Семенов? Ну, наверное, нет, к сожалению. Просто он собирался прийти. Сейчас я объясню. Это молодой человек, который сделал мне подарок Для одной из песен, которая ему понравилась. Значит, сделал минусовку. Ну, не он сам, он подруга-музыкант. Значит, сделали минусовку, прислали мне. И сейчас будет в какой-то мере премьера песни. То есть, песню вы эту уже слышали, Но вот в таком варианте она будет звучать в этом зале в первый раз. Еще летит. Творец. Еще летит. Творец. 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 Ещё летит твой самолёт, Куда ты сам пока не знаешь. И держит курс другой пилот, А ты об этом лишь мечтаешь. Ещё летит твой самолёт, Куда ты сам пока не знаешь. Ещё летит твой самолёт, Куда ты сам пока не знаешь. Спасибо вам, спасибо Антону. Я думаю, в записи он, наверное, увидит этот концерт. Так что, Антон, большое спасибо и тебе, и девушке. Нас сегодня потрепало, Помотало, поболтало, так что рвало-вырвало, Что в руках не удержать, А мои заряды попотели, Покрутили, повертели, Но доехали и сели. Слава Богу, что сказать? ПЕСНЯ 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 Основная тематика – то, что не касается авиации. Ну и, соответственно, на августовцем концерте не спеть песню про август тоже было бы, наверное, неправильно. А еще хотел сказать, что мне в этой песне, она была придумана больше 30 лет назад, и постоянно все это время резала слух строчка. Последний месяц лет оказался он большой. И тут в этом году я понял, что я могу эту строчку изменить, когда она будет звучать более по-русски, что ли. Если сейчас я не проскочу опять по привычке, не спою, то я спою правильно. Ну, вообще, я обращал внимание, что, допустим, у Никольского в песнях со временем что-то меняется, у Коли Анисимова, вот я летчик, там тоже строчки меняются. То есть, ну, в процессе исполнения кому-то что-то не нравится, и попытка вот как-то улучшить что-нибудь. Последний месяц лет. Пришел однажды в горы. Однажды на рассвете По улицам прошел. И не было заметно Еще, что осенью в горы. Так, ну, мне двое. По-моему, начинается. Последний месяц лет. Последний месяц лет. Пришел однажды. Поехали. Казалось, срок большой. Задумчивый бродил он По скверам и бровам. Ходил неторопливо над тихой рекой И что-то вечерами шептал влюблённым парам Склоняясь над скамейкой и шлистья листула Последний месяц лета Поджёг рябины грозды Яркими цветами сады разрисовал С ночного неба стали всё чаще палить звёзды Но загадать желание я всё не успевал С ночного неба Последний месяц лета Кто весело смеется А то вдруг тихо плакал Да и ждет дождем И как-то незаметно И быстро уменьшался Пока не оказался Последним летним днем Аплодисменты Я прошу прощения Но это мои ошибки Это отличительная черта Мои концерты Еще, значит, два года назад 6 августа Я впервые поднялся в небо На воздушном шаре Ну, естественно, это Нельзя было не отразить В песне Следующая песня Так и называется Воздушный шар Еще, кстати Там есть такая традиция Всем, кто Совершил Воздухоплавание На воздушном шаре Капитан присваивает Имеет такие полномочия Присвоит звание графа Так что Я вот граф Новосибирский У меня даже документ есть дома Все случилось в лучшем виде В тесноте Да не в обиде Разместились мы в корзине Как ни странно В пятером И огромный шар воздушный Поднял в небо наши души И, конечно, наши души Не остались за бортом Трудно выразить словами Что тогда случилось с нами Без толчка и без разбега Нереально плавный старт Шар земной стал удаляться И на нем все уменьшаться Это в небо подниматься Начал наш аэростат И поднялись над суетою мы И поплыли над землею мы Любовались красотою мы И захватывало дух Вот еще не выпасть бы сейчас Ведь под нами метров тысяча И гораздо выше мы сейчас Чем коллега Виннику Пусть мы снизились немного И проплыли над дорогой По березовым верхушкам Дальше был проложен путь И такая красотища Понесло нас на мочище А если кто-нибудь не в курсе Это населенный пункт Где попало мы не шарили На воздушном плыли шаре мы И собою украшали мы Окружающий пейзаж А над мочищем проплывали мы Всех собак перепугали мы И нечаянно создали мы На селе Ажиаташ Отовсюду нам махали Отовсюду нам кричали Нам то на стол в баню приглашали А то выпить, закусить Это в общем и понятно Очевидно, вероятно Было каждому приятно Нас прошали расспросить И на воздушном плыли шаре мы Ничего не нарушали мы А напротив улучшали мы Все, что можно улучшать И народа, население Улучшало настроение Симпатичное юрлиния Над землей воздушный шар От подобных приключений Много ярких впечатлений Потому что шар воздушный Это ж вам не самолет У него и крыльев нету И поэтому по небу Вроде кажется летит он Да, приглядишь, он плывет И на воздушном плыли шаре мы Никому не помешали мы И один вопрос решали мы Как получше улучшать И на селе у населения Улучшалось настроение Потому что это здорово Над землей воздушный шар И на селе у населения Улучшалось настроение Потому что это здорово Над землей воздушный шар И на селе у населения Потому что это здорово Над землей воздушный шар И на селе у население Это же здорово Над землей воздушный шар Спасибо Спасибо Вот тут в зале сидит мой Один знакомый друг То есть я хотел сказать Очень хороший друг Андрей Михайлович Ежов Просто командир А330 Вот инструктор И вот значит Это было в мае месяце Я как раз собирался на концерт В Алмату Или в Алматы Как сейчас правильно говорят Тут от него звонок Он говорит Знаешь что Я вот сегодня Утром вышел На участок на даче Там надо было кое-что Перекопать Посадить Я взял лопату Приготовился уже работать Вот И тут говорит Включай Ставлю твой диск А там говорит Ты поешь что Летчик должен витать Не копать там И не стреляет вообще Как говорит Отложил лопату Надыл форму И сейчас еду на вылет Насколько я помню На Белград Я вот сегодня подумал К сожалению В этой песне Там я не упомянул Что Летчик еще не должен Дрова таскать Потому что сегодня Привезли дрова И мы с ним Часок наверное Перетаскивали все это его Летчик должен Я очень должен летать Тут все просто и ясно На себя чтобы На себя чтобы Уех На себя чтобы Уех На себя чтобы Летчик должен летать И при том Безопасно И это уси неблаж, и ничьи это каприз Сварщик должен варить, кто-то должен шить датки Если вор своровал, сыщик должен сыскать Лекарь должен влечить, бизнесмен делать бабки Техник должен техник, а летчик должен летать Ни копать, ни стрелять, ни размазывать масло По холсту, как грамбранд, чтоб шедевр написать Летчик должен летать, в ясный день его не на сны И еще по ночам, когда хочется спать Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать Кто-то словом надел его вдохновлять А летчик должен летать, потому что он легче Вот если бы счетчиком был, должен был бы считать Я, быть может, не прав, я могу ошибаться И, возможно, меня кто-нибудь упрекнет Каждый делом своим, должен мог заниматься Летчик должен летать, пусть киркоров поет Каждый должен пахать, по возможности классно И тогда будет все И у всех зашибись А летчик должен летать Тут все просто неясно На себя, чтобы вверх А на себя, чтобы вниз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну а сегодня день авиации Это же не только летчики Это много специальностей Я, к сожалению, всех так хватить не могу Но вот, например, следующая песня называется «Паша техник» Это мой хороший товарищ И я как говорил, что в его лице Я благодарю весь технический состав Который делает безопасность на земле У Павла Романовича Был в довольно сложный период С работой То есть сейчас же сокращают запросто Как в авиакомпании «Россия» сначала Как-то рост черком пера Легким движением руки Много человек оказались Короче, идите куда хотите Ничем себе не отказывайте Потом он работал на аэродроме «Гостилицы» Ну, в общем, там тоже сложились определенные сложности Он очень хороший специалист И очень надежный человек Но вот он не может, скажем так, подписывать по указанию Да, если он уверен, вернее, не уверен в безопасности Он не будет, он не идет То есть он неудобный человек Он на поводу начальника не идет Но зато, если он самолет выпускает, готовит То можно быть спокойным Что на нем можно лететь, что ничего не случится Ну вот, слава богу, он буквально несколько дней назад позвонил Он нашел работу Он некоторое время сильно переживал И от этого Ну вот, сейчас у него, слава богу, все хорошо Он снова работает Он снова обеспечивает нашу с вами безопасность Даже те, кто не летает экипажем, летают пассажиры А эту песню я написал, когда еще Ну, мы с ним в одном экипаже не летали Поэтому я уже рассказывал, что Я так образно сказал, что Либо Я нас Условно поместил в одну кабель На 28 правую нам разрешен заход Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт А Павел Романович техник наш в кабине задремал Дневную смену отпахал и за нами ночь летал Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет И он порой капризные сюрпризы выдает Но Паша техник за простяк найдет причина в чем И быстро сможет сделать так, что стало все путем Паша пашет, клубится дым Экипажу спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И в порядке Всегда матчасть Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан На Яке 18 летать умеет сам И все за что б мне взялся он исполнит по уму В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму Паша пашет, клубится дым Всем, кто рядом Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И все в порядке Всегда у нас За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет И повезет домой у Азик Патриот Там ждут жена любимая и дымка верный кот На 28 правую нам разрешен заход Годы птицы летят, летят, недавно было 30 А вот уж 50 годы мчатся Но это ничего Ведь если разобраться То 50 всего А Паша пашет, клубится дым Экипажем Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И все в порядке Всегда у нас Спасибо Я просто с ним бывал Ну, не в самолете, конечно Но в других ситуациях Много раз И вот отличительная черта Это надежность То есть если Паша за дело взялся Все Побольше бы таких Людей Не то что техников Вообще людей Подрастают у меня Сыновья Чем-то в жизни предстоит Заниматься им И хочу им посоветовать я Не ходите, пацаны В авиацию Нынче летчики Увы не в цене А работа не из легких И строгая И поэтому не хочется мне Чтобы вы пошли Отцовской дорогою А небо Только раз Окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя Не скорбя Не отпустит тебя Это кайф В своих руках Ощутить Как послушна тебе Мощь многотонная Но приходится За это платить Липким потом И ночами бессонными И о ребра Часовых поясов Биоритмы Сбиты напрочь Давным-давно И в кабине По пятнадцать часов И здоровье На болячке Разменяно Но небо Только раз Окунись В небо И попал на всю жизнь В небо Не любя Не скорбя Не отпустит тебя Есть красивое Но кроме того Перегрузки Стрессы И радиация Не ударьтесь О крыло головой Не ходите Пацаны В авиацию На земле Профессии Не сосчитать Подбирай себе Бытие Беззаботное Я бы сам Когда все Снова начать То наверное Пошел Снова В летное Ведь небо Только раз Окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя Не скорбя Не отпустит тебя Небо Только раз Окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя Не скорбя Не отпустит тебя Спасибо. На песню там как-то никакого смысла скрытого нет, но, тем не менее, красиво получила песня. Мне тоже один знакомый друг сделал аранжировку, и сейчас песня называется «Яблоко облака». Кто-то бросил в облака яблока, и несет его река вдаль пленка, и в ночи ни звука, ни звука, ни звука. Ветерка И луна как в облаках яблока, а лето через пару дней кончится. И луна как в облаках яблока, и луна как в облаках яблока. И луна как в облаках яблока, и луна как в облаках яблоко, и луна как в с곳у подобных Tranquil Rocas. До свидания, как в облаках яблоко обмаках яблаки, очень скрытый над確. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тем, что выпало нам счастье Там до летчиков учиться Над картой я склонился Но города не вижу Там нет боя Руслана И нету погульмы Я слышал это где-то В окрестностях Парижа Или чуть-чуть правее В районе Квымы Говорят, кормить нас будут В самых лучших ресторанах И роскошные отели Предоставят для жилья И хрустальную посуду Бани финские и ванны И купаться в Черном море Каждый день там буду я Как жаль, что все не могут Да и мне помог лишь случай И с завистью понятной Друзья на нас глядят Там женщины прекрасны Как в сказках самых лучших И все курсантов любят И замуж не хотят Угостят нас для начала Коньяком и шоколадом И летать мы будем в Лондон В Дели, в Бирму, в Тегеран Ну скажите только честно Ну что еще курсанту надо Нам в Атюбинске хреново Мы хотим в Богоруслан А где хрусталь И чешское стекло Какой-то очень странный ресторан Куда это оно с братцей занесло Вот это вот человек и есть Богоруслан Одиннадцать не тесанных столов Посуда из железа Боже мой А после угощения Ну просто нету слов И сразу очень хочется Домой Где тут отель Швейцар нам открывай Свои вещички Бросить нам куда? А это что простите За сарай Ах мы здесь будем жить А вот это да Скажите А до моря далеко? Да вовсе я над уймами Не смеюсь Что? Добираться будет нелегко Ну ладно Я и души Перебьюсь Где женщины И коньяк И шоколад Хоть что-нибудь тут есть Скажите да Чего-чего? Какой еще хунаряд? Все ясно Мы попали не туда Спасибо Ну и под это дело Значит Много лет спустя Когда я попал В Исламскую республику Иран И там познакомился С Александром Шиперовым Который Сам из Бога Руслана Из Ледной династии А у них как раз Планировалось 20-летие выпуска И по его просьбе Вот следующая песня Которая сразу И про Тегеран И про Гурсман Там же как раз пелось Что летать мы будем Уважно Вдали в мир В Тегеран В Тегеран Мы попали Правда не курсантами Боже Я пошел по Тегерану погулять По широким шумным улицам И он На меня здесь абсолютно Всем плевать Да и мне от них Не нужно ничего Бесконечными потоками машин Он гудит Как будто здесь Пчелиный рой И на фоне Ослепительных вершин Как гигантский Муравейник под горой А Тегеран Не похож на другие города Не похож на Москву И Магадан Отчего-то Когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугу Руслан Двадцать весен пролетело С той поры Но глаза закрою Снова вижу я Городок, который звали мы Бугры Полевой аэродром И первый ягод И первый мой Ознакомительный полет С парашютом два прыжка И первый сам Кто бы знал Что полетать Мне повезет По таким международным адресам А Тегеран Не похож на другие города Не похож на Москву И Магадан Отчего-то Когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугу Руслан Как в Кеннеле Не спеша течет вода Так и годы шли Своей чередой У девчонок с кем гуляли мы тогда Нынче дочки с танцев Не спешат домой Двадцать весен пролетело Двадцать лет Довелось мне повидать Немало стран А сегодня из Ирана Шлю привет Может помнишь ты меня Бугу Руслан А Тегеран Не похож на другие города Не похож на Москву И Магадан Отчего-то Когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугу Руслан Вспоминаю всегда Бугу Руслан Вспоминаю всегда Бугу Руслан Спасибо Поздываем Я следующую песню Я мысленно с вами поддерживаю Следующую песню я вообще Редко исполняю Ну, что-то захотелось, потому что все-таки иногда спрашивают. Эта песня про Германию, когда я первый раз прилетел туда, это было в 99-м году, в 1999, в прошлом тысячелетии. И тогда, конец 90-х, тогда у нас в магазинах еще было не так разнообразно, как сейчас, а очень даже совсем наоборот, не было ничего. А в Германии еще тогда, вернее, тогда уже было изобилие, тогда еще были дочь марки, то есть все было гораздо дешевле еще, кроме того, что было это изобилие. Ну, это так, это тоже не песня, это вот зарисовка, за что Глаз зацепился. Скорее даже, как правильно назвать будет, куплетик. И понять я никак не могу, если честно, кто кого победил в 45-м году. За окном Германия, во Франкфурт киномания, авиакомпании, в Сибирь второй пилот. Шесть часов летания, съета два питания, и без опоздания припал самолет. И хотя заранее полетал в Иране я, то есть в иностране, довелось бывать, но попал в Германию, перекос в сознании, и обвал дивания, трудно избежать. Все тут иностранное, для меня все странное, и без полстакана я не могу понять, Почему, к примеру, тут обзывают херами всех мужчин, ведь это же грубо, вашу мать. Был в немецкой бане я, это испытание, там все в одной компании, и хоть бы кто в трусах. Да, мы не стеснялись, и не прикрывались, в общем, издевались, полтора часа. И еще различного, много непримечного, красно-черепичного повстречалось мне В этой фантастической, капиталистической и реалистической сказочной стране. Лимузины клевые, все блестят, как новые, стало быть, не хреновые, тут у них дела. От МНАПа многообразия с ячменем на глазе, вот до чего фантазия Ганса вдовела. Все здесь в изобилии, и автомобили, и остального разного, и не снилось вам. И как-то по запарке, в каком-то супермаркете оставил, свои марки все потратил, на что не понял сам. И прошу прощения, но от ощущения, не могу избавиться я от одного, Что попал на выставку всяких достижений, и что настоящего нет тут ничего. Все вокруг лежащее, все ненастоящее, красочно-блестящее, все не как у нас, Прибрано, ухожено, как из лего сложено, и дерьма собачьего не отвечает у вас. Но друзья Литвиновы и друзья Минаевы, все напоминали мне, у кого гостил, Мол, не задыхайся ты, и не восхищайся ты, мол, не все тут золото, хоть и все блестит. Да нет, не бьюсь в экстазе я от их разнообразия, но да безобразие, все здесь по уму. Почему у нас не так? Почему у нас бардак? Вроде я не дурак, но как-то, не пойму. И сюда попавшему, человеку нашему, нелегко, хотя же он, родом из двери. А если из болотного или из колпашего, то привыкать к нам нашему нужно года три. Только не пугаются, хоть и сомневаются, но потом китаются омут головой. Бывшие турецкие, бывшие советские, и еврейских тоже есть, миллион другой. Я прошу прощения, если восхищением вызвал раздражение. Может, у кого? Так ведь это ж дело личное. А может, необычного? Вы здесь не увидите, вовсе ничего. Впрочем, если честно, то вот ведь интересно, что хоть мне это место-то и нравится, как всем. И погостить в Германию еду с ликованием, только вот нет желания ехать насовсем. Спасибо. Спасибо. Пусть говорят, профессия опасна и лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит ярким мгновеньем, и для того на свете стоит жить. Чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порой блеснет росинкой пота, там, где свинцово дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и в каждую вылет новая строка. За горизонт лечу, встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. И у него следующий концерт будет, ну какого ноября? 17-го, по-моему, да? Ну, в общем, на сайте «Гнезда глухаря» я очень всем советую. Кто еще не был, обязательно найдите время, ходите, получите большое удовольствие. Следующий, значит, у меня следующий концерт будет 1-го декабря в 19.00 в этом же зале. Ну и, значит, если вдруг у кого-то еще нет дисков с моими песнями, но есть желание их приобрести, то это на стойке доводит. Вот, минут через 15 мы с вами встречаемся. Переверпи.